Июль продолжает радовать нас жаркой погодой. Чтобы охладиться, люди спасаются у водоемов, пьют прохладительные напитки и, конечно же, едят мороженое. Ведь что может быть лучше, чем съесть вкусное лакомство? Даже несмотря на то, что мороженое в этом году значительно подражало. Здравствуйте! Себестоимость сливочного мороженого уже выросла на 15%, а шоколадного на 25%, чему поспособствовали рекордно высокая стоимость какао-бобов, увеличившиеся расходы на логистику и упаковку, а также летний сезон. За сливочное мороженое и десерт в глазури потребители теперь платят больше. При этом на оценки в магазинах разные, поскольку они зависят от поставщиков и торговых сетей. Но, как рассказывают продавцы мороженого, на продажи это не повлияло. Хорошая погода, люди хотят мороженого. Подходят, говорят, что подорожало в прошлом году. Постепенно она дорожает. Но, тем не менее, людей не останавливает, да? Люди почему-то не останавливают, это все равно берут. И сколько человек проходит, может быть, по сравнению с предыдущими периодами? Вот в будни нет, это где-то 50, в выходные, в два, может даже в четыре раза больше. Предпочтения у любителей холодного десерта разные. Кто-то любит пломбир и непременно брикетти, кто-то эскимо и лакомку, а кто-то просто фруктовый лед. Словом, дело вкуса. Какое мороженое больше всего предпочитаете? Какое ты любишь мороженое? Я эскимо с гранатом и малиной. Крем-брюллер. Фруктовый лед. Шоколадное. Любители мороженого отмечают, удорожание заметили, но в покупке любимого лакомства себе отказывать не собираются. Мороженое – хит-продаж в летнюю жару. Пожалуй, нет человека, который хоть раз не пробовал этот десерт. И многие готовы баловать себя им даже несмотря на выросшие цены.